доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити и это видео только для профессионалов психологов буду сейчас вам открывать большие большие секреты сейчас мы с вами находимся в разделе нашего сайта 6 подраздел методологии и публикация и буквально минуту назад я скачал находящийся в свободном доступе документ который называется значит методология оценки качества мышления основные методологические подходы в понимании оценки качества мыслительной деятельности ассоциативной деятельности человека все документы на этой странице да и вообще в этом разделе информации у нас находится в свободном доступе и вот скачав этот документ он в архиве рар я его разархивировал на свой рабочий стол и открыл это одна таблица эта таблица фундамент из фундаментов это основа основ любого подхода любого специалиста психолога к подходу в оценке качества мыслительной деятельности она сложно составная я предлагаю вам или запаузить на этом видео и посмотрите внимательно а лучше всего скачать зайти на наш сайт и скачать эту таблицу и повторюсь она свободном доступе это один документ но в ней вся суть грубо говоря обратите внимание таблица она классическая она не мною придумана она мною сведена в таблицу это за это знание собственно это знание изложено в двух книгах в двух книгах блюмы вольфовны заигарник и отчасти светланы яковлевны рубинштейн две книги заигарник и рубинштейн и так смотрите сведение в таблицу сути знания по оценке качества мыслительной деятельности обратите внимание всего существуют пять формальных видов уровней мышления это наглядно образная олигофрены да то есть олига это уровень дебильности имбецильности и дети но сейчас они по-другому называются мкб-10 но неважно это самый низший наглядно образный уровень мышления так мы с вами мыслим во сне или в бреду здоровый человек так примерно мыслит в этом состоянии в измененном состоянии сознания второй уровень мышления это наглядно действенный уровень мышления это переходный да вот такого тут вот обратите внимание прерывистая черта то есть если здесь у нас глубокую умственная осталась тяжелая умственная отсталость, здесь приведены шифры ПМКБ-10, умеренная умственная отсталость и субнормальность, то тут уже идет речь именно о том, о чем я говорил, это олига, то есть легкой степени умственной отсталости F70. Кроме того, такие же проблемы с мышлением встречаются при некоторых пароксизмальных расстройствах, имеется в виду эпилепсия и органических нарушениях, болезни Пика, Альцгеймера и так далее, энцефалитах, миелитах, энцефаломелитах и так далее. Значит, тут приведена сравнительная таблица исследования в процентном отношении, чаще всего, где такие нарушения встречаются. Обратите внимание, при шизофрении редко-редко такое встречается, но бывает профшизофрения, такое сочетанное состояние и сниженного уровня качества мышления, но это редкое явление такое. Эпилепсия, сосудистые заболевания и видно, максимальное количество, это олигофрения, 95% при олигофрении, сниженный уровень обобщения, конкретно ситуационные ассоциации, будь то в пиктограммах, в методике пиктограммы, будь то в исключении предметов по заигарник, будь то в классификации, они очень четко отслеживаются, прослеживаются, выявляются и, соответственно, уже ставится нозологический диагноз. Далее идет речь о понятийном нормальном мышлении, так называемые атрибутивные ассоциативные связи, это группа нормы. Стол и стул, вот для этих людей, это не то, на чем сидят, как говорит олигофрен, а для нас с вами стол и стул это категориальный признак предметов, это мебель или обстановка и так далее. Вот здесь атрибутивный уровень, стул и стол, мебель, корова и лошадь для них то, на чем ездят, а для нас с вами корова и лошадь это животные или млекопитающие, то есть здоровый человек дает определению понятия корова и лошадь, обобщая это явление, называет его животные или млекопитающие, категориальный или видовой признак предметов, это норма, это в практике специалисты конечно все видят, все понимают и так далее. Далее, абстрактно-метафорический уровень, да это высокая норма интеллекта, абстрактно-метафорические ассоциации, это люди выше нормы, это люди умные, это выходцы из народа, если так опять же выражаться метафорически, то есть это не простая норма, а выше нормы ассоциативной связи. И соответственно пятый уровень, это формальное бессодержательное мышление, встречается в двух случаях при шизофрении и маниакально-депрессивном психозе. Вот эти расчетные таблицы, Блюм и Вольфовны заигарник приведены и здесь это все наглядно доказано и показано в цифрах. Не доверять этим высокого класса специалистам нет никакого основания, так оно на самом деле происходит. Но поговорить я хотел о нечто ином. Значит понятно, что существует такая одна из ведущих форм шизофрении, вообще их выделяют некоторые авторы 9, некоторые 10, а некоторые авторы 13 форм шизофрении. Но чтобы быть точным и предметным в этом своем рассуждении, зайдите и скачайте на нашем сайте международную классификацию болезней 10 пересмотра и посмотрите, какие формы и виды шизофрении вообще официальная наука признает. Это в МКБ-10 все изложено, четко, понятно, прямо по пунктам. Ладно, но речь пойдет вот еще о чем. Значит существуют социальные различные дифференциации по этим уровням мышления. Это понятно, это болезнь, глубокая умственная отсталость. Часто люди с этой умственной отсталостью не могут себя обслуживать, но тут надо дифференцировать, она достаточно сложная вот эта дифференцировка, но тем не менее, это болезнь глубокая, да, то есть это умственно отсталые люди. Здесь такой промежуточный вариант, большая проблема для любого клинического психолога, надо дифференцировать. Это все-таки умственная отсталость или это сниженная норма интеллекта. В свое время, в свое время очень-очень-очень много дискутировали я, мои коллеги собирались конференции и обсуждали, какие же критерии оценки для людей с уже перешедшими уровень в легкую умственную отсталость от людей, которые, так скажем, люди не нормы. Так называемая фраза, вот прямо в кавычках ее можно запомнить для себя. Это сниженная норма интеллекта. Интеллект устаревшее понятие, использовать его ни в коем случае уже сейчас нельзя. Надо говорить о качестве мышления, отступая немножко в сторону. Но, тем не менее, значит, дифференцировка достаточно сложная. И, соответственно, в эту же группу, вот со сниженным уровнем обобщения, где-то вот здесь вот, где нарисовано, а тут каждая линия имеет свой глубокий смысл, дифференцировка от сниженного уровня обобщения к норме, это социальная градация, военные, пожарные, спортсмены, водители. Это те люди, которые вот часто, они не больные, они не легофрены, но у них вот эта проблема, они чуть-чуть выше сниженного уровня интеллекта. Еще раз повторюсь, это военные, пожарные, полицейские, спортсмены, вот эти группы социальные, это тоже, в общем-то, в литературе хорошо описано. И я, собственно, в своей практике постоянно с этим сталкивался. У них иногда, вот думают они руками, они упрощены, они уплощенные люди в качестве мыслительной деятельности. Они не интересуются какими-то высокими материями, им доступна норма, им даже иногда доступна абстрактно-метафорический уровень мышления. О мышлении, обратите внимание, последите за моей мышкой. Это всегда волна. Мы думаем на разных уровнях. Я, меняя что-то в какой-то сантехнике у себя дома, тоже думаю на уровне наглядно действенном. Я пытаюсь думать, но я не специалист сантехник. И сантехнику поменять кран, смеситель в этом случае гораздо проще, нежели мне, рассуждающему на уровне понятийном. Поговорить о братьях Карамазовых, Толстове, Белой гвардии, Булгаковой и так далее. Для меня это ближе и понятней. А для военных, пожарных, спортсменов это все вызывает определенное затруднение. Поэтому вот здесь вот такая прерывистая черта. Перейдем дальше. Здесь речь идет о, понятно, двух расстройствах. Это расстройство поведения зрелой личности и поведения у взрослых. И шизофрения. Шизотипические состояния и бредовые расстройства. F20. Наиболее распространенная, условно говоря, в кавычках, форма шизофрении это параноидная шизофрения. И вы сейчас удивитесь, о чем я сейчас буду говорить. Речь идет о излишней подозрительности каких-либо лиц. То есть это норма, да, то есть они могут находиться в группе нормы, но они излишне подозрительны. Это паранойя, да, то есть там целая триада существует по параноидному оценке. Это излишняя подозрительность. Вот не помню уже, забыл ее там вспоминать надо. Ну не важно. Смысл в том, что люди подозрительные, думающие, что все там могут за ними следить, каким-то образом на них воздействовать, оказывать на них какое-то влияние. И вот здесь вот, как ни странно, большое количество людей с высшим образованием, очень умных, развитых. И вот у них проявляется вот это как раз параноидное состояние, когда они начинают, ну например, самый яркий пример, с чем вот приходится сталкиваться буквально ежедневно, это так называемые айтишники. Иногда настолько-настолько они подозрительны по отношению к вирусам, что вот там не допустить какого-то спама, ненужной почты, или еще-еще-еще чего-то. Эти люди достаточно подозрительно относятся к окружающей действительности, стремятся защититься от нее, тем самым выставляя какие-то припоны, заслоны. Люди, которые ставят на свой компьютер первым делом антивирус, а потом начинают работать и достигать каких-то результатов, связанных со своей работой, развлечениями и так далее, их в определенной форме, в определенном смысле можно назвать параноиками. В этом нет ничего странного, это не болезнь, это некое состояние, которое при определенных условиях может перерасти в что-то более серьезное. Это в принципе норма, как равна норма и то, что военнослужащие, полицейские, пожарные, спортсмены находятся вот здесь. Вот здесь находятся иногда айтишники, ну и ряд других каких-то профессий, которые чрезмерно подозрительно могут относиться к окружающей действительности. Как ни странно, видео и о подходе, и видео о попытке социальной дифференциации, градации. Не зря, когда собирается анамнез, врачом-психиатром, клиническим психологом, интересуются, а кто была мать, кто был отец, какое образование вы получили, сколько классов закончили. То есть как бы оценивается основа деятельности, воспитания, создания человека, его формирования в процессе его жизнедеятельности и отношение к человеку, у любого, поверьте мне, врача-психиатра, медицинского клинического психолога, когда он слышит о том, кем он работает, вот казалось бы, совершенно формальный подход, кем вы работали, кем вы работаете, да? Если он вдруг слышит пожарный, военнослужащий, полицейский, я очень увлечен спортом и посвятил ему всю свою жизнь, у любого врача-психиатра, казалось бы, вот такая мелочь, такая формальность, такой простой вопрос, с кем вы работали, работаете, да? И оценка вот этих норм, качеств мышления у этих людей моментально меняется. То есть психиатр моментально перестраивается, если он слышит, что это военнослужащий, полицейский спортсмен, он моментально начинает перестраиваться в своей беседе с этим человеком, добиваться от него каких-то результатов, предлагать ему какие-то вопросы, уже с позиции вот примерно этого состояния. То есть он понимает, что с этим человеком надо разговаривать не так, как если бы этот человек работал, предположим, преподавателем в ВУЗе, или, допустим, тем же айтишником и так далее. То есть это является, вот смешно, незначительная какая-то фраза, это является поистине огромным диагностическим материалом. Кем вы работаете? Полицейский? Значит, у вас что-то с мышлением не то. Ну, понятно, что в полицию идут не очень развитые люди, не скажу про всех, но во многих случаях, да, у которых как-то что-то не сложилось, вот они вынуждены были пойти вот в эту правоохранительную структуру, которая непонятно, кого защищает и как далее. И так далее. Но одним словом, речь идет о социальной стратификации, социальном расслоении, дифференциации по качеству мышления лиц различных профессий. Если здесь речь идет о болезненных проявлениях, то можно эту таблицу расширить, добавить еще один столбик и расписать по социальному статусу. Здесь будут преподаватели вузов, значит, айтишники, я не знаю, писатели, философы обязательно в этой группе будут находиться. А вот здесь вот полицейские, спортсмены, пожарные и так далее. К сожалению, это реальность нашей жизни. В процентном отношении, буду даже вам сказать, сколько, вернее так, по моим оценкам, по моим расчетам, это примерно 70 на 30. 70 на 30. По расчетам моих коллег, пессимистичным более чем у меня, это 80 на 20. То есть это 80 и это 20% нашей российской популяции. Есть таблицы, есть расчеты. Если будет интересно, ставьте лайки под этим видео, задавайте вопросы. Я вам обязательно этот вопрос еще расширю и еще что-то об этом расскажу и покажу. Конкретные цифры, графики и диаграммы. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!